МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Сверхбоевой! С 22 февраля по 5 марта в финском Лахте состоялся чемпионат мира по лыжным гонкам. В этом городе соревнование проводилось уже в седьмой раз. Лахте славится своими ежегодными музыкальными фестивалями. В этом городе расположен самый большой в Северной Европе концертный зал и конгресс-холл, сложенный из дерева Сибелиус. С 1923 года в Лахте проводится международный чемпионат по лыжному спорту Салпауселян-Кисат. Город известен своим великолепным спортивным центром, где в конце февраля собрались сильнейшие лыжники всего мира. В составе сборной команды России был заявлен олимпийский чемпион, двукратный чемпион мира Никита Крюков. Вместе с коллегой по команде Сергеем Устюговым лыжник выиграл третье в своей карьере мировое состязание. Сегодня в программе «Время спорта» незабываемый Лахти и непобедимый Никита Крюков. Жителем Одинцова Никита Крюков стал в 2014 году. Выбор был прост. В городе находится крупнейший спортивный парк имени героя России Ларисы Лазутиной. Летом на лыжероллерах, зимой на лыжах. В 2016 Никиту можно было встретить на разных дистанциях парка. Об этом новоиспеченный чемпион рассказал своим поклонникам сразу по возвращении из Финляндии. Я живу в Одинцово, и поэтому каждая моя тренировка проходит на трассе имени Ларисы Лазутиной. На Лазутинке. Летом это роллеры, зимой лыжи. Причем катаюсь и по легкому кругу, по вот этому и по тяжелому, который в лесу делал. Делал и работ много здесь. Зимой, как многие знают, у меня были проблемы со спиной. Поэтому я пропускал соревнования в Довосе в декабре месяце. И как раз уже непосредственно готовился здесь в Одинцово. Так что Одинцово тоже внесло свой вклад в эту победу. 26 февраля Никита Крюков вместе с Сергеем Устюговым стал чемпионом мира в командном спринте. Это была не просто победа, а триумф. Хотя перед стартом Сергей сомневался о возможностях дуэта у Стюгов-Крюков. А сам Никита настраивался на серьезную борьбу. Действительно, лыжи, знаете, бежал в полуфинале еще на двух парах. Но было видно, ну даже для себя, что одна пара все-таки едет чуть получше. И в финале уже использовал только одну пару лыж. В подъем немножко простреливали. Но когда даже тренер или сматщики говорили в рацию, Крюково стреляет, подмачьте его. Сразу получал ответ, не стоит, потому что на спуске и так не особо у меня хорошо едет для лыжи. Поэтому я и сам понимал, что мне главное забежать в подъем. И начиная с верхней методы равнины и до финиша я уже не отпущу их, а наоборот буду отыгрывать все, что проиграл. Что касается тактики, конкретной беседы с нами не было. Маркус мне сам поставил задачу, даже когда разговаривал еще с Леной Валерьевной Вяльве, что Крюкову главное не отстать и приехать в группе, ну и надеяться на Сергея. Я, знаете, нарезать убегал от всех. Я когда увидел стартовый протокол, увидел, что они поставили Клэба на первый этап, я сразу понял их тактику, что они будут использовать тактику практически такую же, как в чемпионате мира в Пауане. Они попытаются сразу убежать, сделать отрыв и там с флагом финишировать. Но, видите, второй этап, или сам Клэба накормил Иверсона, что ему постоянно приходилось идти, или я все-таки считаю, что состояние Иверсона было, наверное, такое же, как и практически у всех остальных участников, ну за исключением Нисконина, Сергея Устюбова. Поэтому они хотели сделать этот задел, но все-таки не все сработало, как они хотели. Я думаю, если бы не произошло этого падения на финише, Нисконин обогнал бы Норверсона, и не исключаю того, что Сергей обогнал бы Пелегрина и Норверсона того же. Потому что все-таки Иверсон был настолько теплый, но это было видно, что он уже просто его подшатывал, и он доезжал. Командный спринт походил на русскую рулетку. На протяжении всей гонки лидировали норвежцы. Но вот она, нелепая случайность или проведение. На предпоследнем вираже норвежец Эмиль Иверсен и Финн и Юва Нисконин сталкиваются, путаются палками, и Сергей Устюгов вырывается вперед. Теперь идет борьба с итальянцем Федерико Пелегрина. Но на финишной прямой россиянин упорно и решительно вырывает победу. Никита Крюков и Сергей Устюгов – чемпионы мира в командном спринте. Мы чемпионы! Господи, что творит! Это геройство! Герой Устюгов, мы чемпионы! Я когда бежал на Олимпиаде с Максимом Валикжанином, мы до Олимпиады мало общались, потому что мы в разных группах тренируемся. И сейчас практически то же самое было с Сергеем Устюговым. Мне не привыкать бегать с людьми, которые не из моей группы, не из спринтерской. Поэтому к этому относятся нормально. Ты бегаешь за одну страну, у нас общая цель на эту гонку. И мы оба хотим ее воплотить в реальность. То есть личные отношения никак на результат, получается, не влияют? Я думаю, если бы мы даже были друг против друга враженно настроены, но это сопровождалось бы, наверное, только тем, что я не плавно передавал бы ему эстафету, а с какой-то злостью. Я думаю, только так. Понятно, что для спортсмена самый главный болельщик – это семья, правда ведь? Вот ваш тыл какой он? Большой ли у вас семья? Да, у меня в Дзержинке, в родной родители смотрели, и с братом, с сестрой. В Одинцово у меня жена смотрела с дочкой, и соседка с детьми пришла к ней. То есть с двух фронтов меня везде поддерживали. Ну и мало того, родная семья, наша большая Россия, матушка, смотрела, все молились и болели за нас. Поэтому всем огромное спасибо, и мы всем вам дарим эту победу. Вот эти эмоции, которые получили после финиша. Знаете, у меня родной дядя вчера разговаривал, у него давление до 200 поскочило, мама выпила две таблетки валидола. То есть, ну, это было что-то. Заставили понервничать родных? Да я думаю, не только родных, а полстраны. Поздравить Одинцовца с третьим в его карьере золотом, чемпионата мира, спортивный парк отдыха. Пришли юные лыжники, школьники, ветераны спорта и просто любители. Блиц-интервью походило на встречу друзей. Никита открыто отвечал на все вопросы и о выборе лыж, о спусках, подъемах, о своей семье, детстве и учителях. Поздравить спортсмена прибыл и глава Одинцовского района Андрей Иванов. Действительно, за минуту, практически до финиша, нам еще казалось, что Сергей Устюгов будет третьим. Но вдруг вот это падение двух лыжников, очень активный, резкий рывок на финише Сергея, он позволил получить нам золотые миндали. Мы все поздравляем нашу команду и наших олимпийских чемпионов, и Никиту, и Сергею с такой замечательной победой. Много было всяких кривотолков, кто-то говорил про происки ФСБ, кто-то говорил, что это удача, фортуна и так далее, и так далее. Я как человек спортивный хочу сказать, что везет и удача сопутствует тем, кто готовится. В спорте не бывает случайностей. Поэтому здесь совершенно очевидная победа, достойная победа. И Никита появился сегодня в нашем парке. Для нас это знаковое событие, потому что мы хотим из Одинцова, конкретно из парка спорта и отдыха, сделать такой центр зимних видов спорта. Об этом я постоянно говорю. Мы системно продвигаем эту идею. И, конечно, автограф в сессии, за которую отдельное спасибо Никите нам позволяет нашим жителям, молодым спортсменам, детям, которые здесь занимаются, соприкоснуться с олимпийским чемпионом. И это такой серьезный шаг в продвижении, в популяризации зимних видов спорта и конкретно лучше. Олимпийский чемпион Ванкувера стал трехкратным чемпионом мира. Заголовки столичных газет пестрели поздравлениями и спортивной сенсацией. Однако за любой победой стоит большая работа, о которой Никита рассказывал юным Одинцовским лыжникам. Свой путь в спорте он начал в 7 лет. Родители были против такой карьеры сына. Но Никита Крюков шел упорно к своей цели. Воспитанник Московской детско-юношеской спортшколы номер 81 в 2008 году стал чемпионом России в спринте. А первый чемпионат мира пришелся на 2011 год. Тогда в командном спринте Никита Крюков взял бронзу. По подготовке к Олимпиаде для себя уже решил и с тренером говорил, что буду вносить, скорее всего, кардинальные какие-то перемены, методику, потому что два года такого плавания, но для меня это тоже некомфортно. Все-таки хочется вернуть состояние 2013 года, когда ты выходишь и как сейчас молодой Клэбу нарвежется, срывается по ходу гонки, привозит всем сколько хочет и все просто сзади видят его спину и ничего не могут с этим поделать. Но нам тоже честненько не хватает. Поэтому буду менять методику. Уже даже разговаривал с немецким тренером Маркусом Крамером, чтобы он, может быть, дал какой-то совет мне, тренеру, над какими мышцами поработать, какие упражнения, за какими моментами следить. То есть работа будет вестись, не переживайте. И, конечно, участие в Олимпийских играх в Корее очень на это надеюсь. И надеюсь поеду туда не запасным, как в этом году, а уже конкретно ехать и биться за золото. Потому что там будет тем более индивидуальный спринт, на который я буду делать ставку. А Австрия? Будет видно после Кореи. Загадывать не хочу. До возраста Бьерна Даллина, я думаю, навряд ли добегаю. Это еще 10 лет. Поэтому, дай бог, отбегать в Корею, а там уже... А может быть, дам дорогу молодым. Может быть, еще чемпионат мира в Австрии. Добрый день. Вы меня помните. Конечно помню. По шарфу. Самый мой заядлый фанат, который преследует меня везде. Спасибо тебе большое. Нет. Да нет. Это уже третий раз, по-моему, я преследую. Молодец. Это правда. А у меня сейчас будет, в отличие от некоторых, один вопрос и плюс один момент. Вот на Олимпиаде, я думаю, вы вместе с немцем, да, просто, наверное, подарили финну вот эту золотую медаль. А на прошедшем чеканате, я думаю, что этот финн уже понял свою... Ошибку. Да, свою ошибку. И уже вполне справедливо отдал свою медаль туда. Вопрос на Олимпиаде. Вопрос. Да, ну такой вопрос. Вот я знаю, что вы были на Бриталифической неделе в Корее, да? Вот хотелось бы узнать, там, насколько я знаю, климат очень теплый. И как в таких условиях вообще можно бегать? Может, нормальный там снег, не слишком мягкий? Снег, честно сказать, знаете, напоминает какой-то песок. Климат очень теплый, но отличается он тем, что там сильные ветра. И, видимо, из-за того, что там ветра, они выдувают снег, и он прям реально как песок. Ты по нему едешь, и постоянно приходится себя толкать, толкать. Весенний снег, который, может быть, сейчас будет у пиатлонистов. Мы были в Корее в том году в середине марта. Он уже вот, ну, как наш весенний, такой хороший кристалл, утром подморозит, и лыжи сами тебя несут. А в феврале все-таки тяжелый снег. Что еще? Ну, высота там 700 метров. То есть, в принципе, равнинная такая высота. В Лахте, вот сейчас мы были там вообще, если не ошибаюсь, 300. Пробовали разные варианты и с гор туда приезжать. В этом году мы приезжали вообще за два дня до гонки. И, как вы видели, Глеб Ретивых вообще два раза выиграл. То есть, конечно, будем думать, за сколько дней туда приезжать, чтобы не попасть на акклиматизацию. Своё олимпийское золото в личном спринте Никита Крюков завоевал в 2010 году в Ванкувере. На финише Никите пришлось бороться с другим российским спортсменом Александром Панжинским. Это был поистине блестящий финал. Далеко позади оставались норвежцы. С 2010 года Никита Крюков – заслуженный мастер спорта России. В этом же году он получил орден дружбы за большой вклад в развитие физкультуры и спорта и за высокие спортивные достижения. Алексей Петухов говорил, если ты выйдешь на финише с кем-то рядом, то ты любого обгонишь. Но, как и сегодня, я проигрывал многое на подъемах и не всегда приезжал в группе. Поэтому, честно, я, наверное, скажу, что с 2009 года началась моя карьера. И для себя, кстати, вот Леонид уже говорил, что ни один чемпионат, ни одна олимпиада не прошли мимо. И везде приходилось видеть церемонии награждения, то есть побывать во всех таких местах, в которых не каждому спортсмену удается выйти. Для своих поклонников Никита Крюков подготовил сюрприз – плакаты и открытки с автографами. Желающих получить подарок из рук именитого спортсмена оказалось так много, что плакаты достались самым проворным. Ну, что бы ты могла сказать о лыжнике Никите Крюкове? Он очень хорошо выступил с Устюгом на этой классике. Я очень сильно болела. И когда увидела падение спортсмена, когда Устюгу обогнала, я очень испытывала много эмоций. Я была очень рада. А ты думала, что будет золото? Да, я уверена, потому что это Россия ему не победила. Мне показалось, что это очень классный человек, очень хороший, добрый. Я думаю, что он борется всегда за свою страну. И по его рассказам, кажется, что он до последнего… Ну, его нельзя сломить. В спорте не бывает случайности. Любая победа – результат упорного труда. Это своим примером каждый год доказывают российские лыжники. В их числе и наш, Одинцовский чемпион, Никита Крюков. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Продолжение следует...